Всем привет! Это «Свободный бросок» передача о женском гонболе и мы к вам с обзором игр шестого тура Суперлиги. В трех городах проходили матчи шестого тура, в Тольятти встречались Кубань и Лада, и этот матч, по мнению наших подписчиков ВКонтакте, должен был стать самым интересным в туре, о нем мы расскажем в самом последнем. В Ростове-на-Дону Ростов-Дон принимал Астраханочку, а в Москве ЦСКА принимал Звенигородскую звезду. Также вас ждет новый конкурс в передаче, ну и мы, конечно, определим лучшего игрока этого тура. Итак, хронологически первый матч прошел в Москве, в этом туре ЦСКА встречался со звездой. В принципе, фаворит был известен, эти же команды встречались между собой в предыдущем туре, но в Звенигороде тогда уверенную победу удержала московская команда. Так случилось и на этот раз, правда, победа оказалась еще более уверенной. 10 минут хватило подопечным Флорентина Перы, чтобы уже, наверное, снять все вопросы победителей. 8-1 к исходу 10 минуты и у Алексея Гумянова, тренера звезды, наверное, не было уже шансов перевернуть эту игру и что-то изменить. Оставшиеся 50 минут звезда фактически могла доигрывать встречу и давать игровое время всем своим заявленным девушкам. Ну и хочется сказать, что на этом, наверное, все об этом матче, потому что к концу первого тайма счет был 29 в пользу ЦСКА. Да, ни у кого вопросов о победителе не было уже, ни у проигравших, ни у победивших, ни у, наверное, одного телезрителя. Но давайте все-таки остановимся немножко на этой игре. Что можно отметить у звезды, да? Один игрок только выделился в составе подмосковной команды. Это Альбина Мурзалиева, лидер атак этой команды. 8 мячей на ее счету в игре. Да, часть голов в спинате, но Альбина, в принципе, штатный пенальтиз звезды. Ну и в этот раз она хорошо, в принципе, сыграла. Больше выделить по игре некого в звезде. Также хочу отметить два возвращения в состав. Это Наталья Никитина и Алиса Дворцевая. Оба игрока после травм впервые появились на площадке. И потихоньку, наверное, начнут набирать свою форму и приносить пользу подмосковной команде. Ну, а разница все-таки в классе. Она в этой игре сказалась. Она оказалась в высшем ЦСКА, у которого все игроки, в принципе, сыграли ровно. И Антонина Скоробогаченко, и Екатерина Ильина, и Карина Сабирова, и Елена Михаличенко. Многие игроки набрали, в принципе, по системе гол плюс пас по 7-8 очков. Ну, а если трудно выделить кого-то из полевых игроков, возможно, кто-то сыграл хорошо в воротах. Обратим внимание на них. Да, Полина Каплина прекрасно провела этот матч. Молодой голкипер отразил 44% бросков. В количественном варианте это 13 штук. Отражала она и 7-метровые. Отражала и броски с игры. Причем именно отражала, а не в нее попадали мячом. Хороший, уверенный матч. И Полина проводит уже не первую такую игру и заслуженно вызывается в сборную. Поэтому два игрока в этом матче в составах обеих команд лучших. Это Полина Каплина у ЦСКА и Альбина Мурзолеева у Звезды. Ну, а ЦСКА одерживает крупную победу 35-23. Это, кстати, за 6 туров первый вообще разгром. В Суперлиге, в лидирующей группе, в первой шестерке команд. Это то, о чем Федерация Гонбола России и говорила, предлагая новый формат турнира. Что нет большой разницы в классе, нет больших счетов крупных. То есть те матчи, которые заканчиваются с разностью в 10 и более мячей. Так вот, за 6 туров это первый разгром. В принципе, это хороший показатель и, наверное, он не будет сильно расти. Все-таки команды показывают более-менее ровную игру в нашем чемпионате, который становится все интереснее и интереснее. Ну, а теперь переходим в Ростов-на-Дону, где Ростов-Дон встречался с Астраханочкой. В принципе, тут, наверное, ожидалась еще меньшая интрига, потому что ростовчанки по матчу предыдущего с Астраханочкой в середине октября показали тоже, в принципе, хороший класс. Они умеют с этой командой играть в кошки-мышки, да, подпуская близко к себе достаточно на протяжении всей игры, как это было, например, в прошлом сезоне. А затем делая какой-то рывок за 10-15 минут и оставляя соперника далеко позади. Так, в принципе, случилось и на этот раз. У Астраханочки не смогла принять часть один из лидеров команды Анастасия Листопад. Вообще, неполный состав в Ростов-на-Дону привез Денис Сайфулин. Но, в принципе, я думаю, что и полный состав не сильно помог бы астраханской команде. Хотя, по первому тайму, сложно сказать было, что разница окажется итоговая столь крупной, как она оказалась. Астраханочка все время была рядом с ростовчанками. Счет часто был ничейным. Но по игре в первом тайме было видно, что для Астраханочки это, наверное, предел ее игры. А вот ростовчанки явно играли на холостых. И все-таки логично, что именно хозяйская команда ушла на перерыв, ведя в счете 13-12. А во втором тайме Астраханочка еще несколько потрепыхалась. А затем Ростов-дон включил такие обороты, что очень быстро убежал вперед и не отпускал преимущества до конца игры. И только его наращивал в счете. Итоговая победа 31-22. Не оставило сомнений ни у кого. Очень уверенно ростовчанки просто в нужный момент включили свои вот эти обороты на полную мощь. И соперника просто не оказалось рядом. При этом преимущества и уверенность в своих силах у Ростова были такими, что даже вот голкипер Виктория Калинина впереди своих защитниц бегала в атаку. Как только Вика с мячом не дошла до штрафной и не бросила поворотом, я не знаю, что ее останавливает. Может быть, это еще впереди на момент, согласитесь, достаточно красивый, интересный. Ну и говорит о вот этой самой уверенности у Ростов-дона в собственных силах. При этом у ростовской команды не играла Юлия Моногарова, не играла Полина Кузнецова, Ярослава Фролова. Дал им отдохнуть Пер Юханссон, наставник Ростов-дона. Кузнецова провела матч на скамейке запасных, а Моногарова с Фроловой отсутствовали даже в заявке. По игре у Ростов-дона стоит отметить, наверное, шведку Анну Лагерквист линейную. Пять мячей она забросила при пяти попытках. У них хороший игрок, который в каждом матче показывает свой европейский, я бы сказал, даже мировой уровень игры. И вот Лагерквист даже не доиграл игру. Получила Анна повреждение голеностопа и последние 15 минут провела уже на скамейке. Возможно, повреждение это не настолько серьезное, но Пер Юханссон решил поберечь своего игрока. Благо, уже отрыв был серьезным. У Астраханочки можно выделить тоже линейную Ксению Закордонскую. Она провела хороший матч, хотя сыграла не так много времени и не так часто она вообще выводит в состав. Четыре мяча на ее счету. Это говорит о том, что вообще практически трудно выделить кого-то одного в Астраханочке. Астраханочки, лидеры Мария Дудина и Виктория Девак забросили голов мало, не были похожи сами на себя. Возможно, эта ростовская команда не дала им сыграть в свою полную силу. Из интересного. В составе Ростов-Дона впервые в сезоне появилась голкипер Галина Габисова. И сыграла, в принципе, неплохо, отразив 25% бросков. Хотя для вратаря Ростов-Дона это небольшой результат. Итоговая победа 31-22. Ростов-Дон уверенно продолжает идти на первом месте. Ну и переходим к матчу Тура, по мнению болельщиков, отвечавших у нас на странице. Это игра в Тольятти между Ладой и Кубанью. Интересно проходят встречи между этими командами в последние годы. Да, чаще побеждает Лада, но всегда сюжет непредсказуемый. Всегда он по-разному проходит эти игры. Так получилось и на этот раз. Букмекеры предсказывали победу Лады однозначную на выигрыш Кубани. Коэффициент был 9 к 1. Можно было обогатиться, если кто-то поставил бы хорошие деньги. И по первому тайму все шло к тому, что кто-то может обогатиться. Кубань быстро повела в счете и начала наращивать свое преимущество, доведя его до 4-х мячей. 6-2. Не пошла игра у лидеров Лады, Валерии Кирдяшевой и Ольги Щербак. Алексей Алексеев их в самом начале игры отправил на скамейку запасных. Не играла Ольга Фомина, капитан сборной России. В общем, Кубани достаточно уверенно чувствовалась на площадке. Игра команды радовала ее болельщиков. И потихонечку счет так и держался в 4 мяча. Даже доходил до 5-ти. 8-3 вела Кубань. 10-6. И потихонечку-потихонечку Лада начала это преимущество отыгрывать. А переломным моментом стал выход на площадку голкипера Лады Валентина Майтуревич, сменившей Дарью Деревень. Впервые Валентина появилась на 7-метровом при 2-6. Отразила его Дианы Голуб. Затем уже при 9-11 отразила пенальти от Виктории Жиринскайте. И Лада начала сокращать свой отрыв в счете. Потом сравняла счет благодаря Войтулевич. И вышла даже вперед. Но под самый занавес тайм. Уже при счете 14-13. Войтулевич снова отразила. И Лада снова забила. 15-13. Команды ушли на перерыв. Лада полностью перевернула игру. Второй тайм. Лада начала так же активно, как заканчивала первый. И снова ее порадовали подвиги Войтулевич. При счете 19-16 и 20-16. Валентина сделала хорошие сейвы. А в своих атаках Лада забросила мячи. Преимущество стало в 5 мячей. 21-16. Сыграно уже было 40 минут. И Кубань попросту затухла потихонечку. Потому что уже почувствовала, что наверное трудно будет отыграть эту разницу. Потеряв свое былое преимущество. Так оно в общем и случилось. Кубань не смогла в концовке ничего противопоставить набравшему ход сопернику. А Лада заиграла более уверенно. Вернулись на площадку и Кирдяшева, и Щербак. В общем, получилась игра у команды Алексея Алексеева. Особенно во втором тайме. А у Кубани она расклеилась во второй половине встречи от слова совсем. Хотя голов во втором тайме забито было чуть меньше, чем в первом. 10 против 13 у желто-зеленых. Но шансов на победу после 10 минут тайма уже не осталось. Хороший матч провела у Лады Ирина Никитина. На ее счету 8 мячей. Она стала тоже одним из моторов команды. Но благодаря вот этим ключевым эпизодам опять третий тур подряд у Лады лучшим игроком я хочу назвать Валентину Войтулевич. Она своей игрой, особенно отражением 7-3 бросков, прям вселяет уверенность в своих партнерш. Великолепное приобретение у Лады в межсезонье. У Кубани можно выделить, наверное, двух игроков. Это Яна Савинова, которая в роли разыгрывающей проводила очередной матч. А я напомню, что по гонбольному образованию Яна не разыгрывающий. Она сделала в этом матче три голевые передачи, забросила три мяча, заработала два сениметровых. Допустила не так много потерь. В принципе, Яна неплохой матч провела, как я сказал. И также отмечу голкипера Ирину Михалюту. Она сражалась со всей атакой Лады, особенно в первом тайме, когда ее еще поддерживали защитницы. Во многом благодаря ее сейвам вначале Кубань смогла сделать тот рывок в счете, который потом она упустила. И все же Войтулевич у Лады и Савинова у Кубани лучшие игроки этого матча. И следующая встреча этих двух команд, наверное, будет ожидаться также с интересом и ожиданием чего-то необычного. Ну и напомню, что на матче гандбольного клуба Кубань вы можете делать свои прогнозы в нашем конкурсе гандбольный эксперт, который проводится регулярно перед каждым матчем нашей команды. Ссылочка на конкурс в описании. А я хочу сказать, что турнирная таблица лидеров и участников нашего конкурса уплотнилась после этого матча запредельно. Обязательно придите по ссылке и поучаствуйте, если вы еще не участвуете. Ну а теперь о лучшем игроке тура. Наверное, уже догадались, посмотрев все три матча или наш обзор игр, что лучшим игроком этого тура снова становится третий тур подряд Валентина Войтулевич, голкипер Тольяттинской Лады. Все-таки мы выбираем лучшего игрока в туре по яркости его выступления, по какому-то вкладу в игру или в результат, или по каким-то особым параметрам в матче. Так вот, Валентина, она своей вот этой игрой за 15-20 минут опять смогла переломить ход матча, вселить уверенность в своих партнерш, и Лада смогла победить Краснодарскую Кубань в непростом матче для хозяйской команды. Игроки, которые отличились во встречах между Ростов-Доном и Астраханечкой, или ЦСКА и Звездой, они тоже, конечно, себя хорошо проявили, но там, в принципе, в одном матче было все ясно уже с первых 10 минут, во втором матче все было ясно после начала второго тайма уже, и, в принципе, сомнений в победе не было ни у кого. При этом в составах у победивших команд все игроки сыграли достаточно ровно, и поэтому выделить кого-то одного достаточно сложно. Поэтому останавливаемся на Войтулевич, и сразу хочу перейти к конкурсу нашей передачи перед следующим туром. И раз уж у нас Валентина Войтулевич лучший игрок тура, я объявляю о нашем новом конкурсе к этому видео только на Ютубе. Пожалуйста, оставьте комментарий о том, сколько семиметровых в сумме отразят голкиперы команд в следующем седьмом туре чемпионата России. Победит тот, кто назовет точное количество семиметровых, без плюсов или минусов. Точное количество семиметровых, которые отразят голкиперы в трех матчах седьмого тура. Ну а призом будет новый клубный календарь гонбольного клуба Кубань. Турнирная таблица без изменений остается после шестого тура. Разница между первыми и вторыми тремя командами только увеличивается. Ростов-Дон с ЦСКА по 10 очков, Лада 9, а дальше уже пропасть в 6 очков. Следующий тур пройдет уже 19-20 октября. Нас ожидают три интересных матча. Звезда примет Ростов-Дон. В Краснодаре Кубань будет играть с Астраханочкой. И это прям такое сверхинтересное противостояние бывшей и нынешней команды Дениса Сайфулина. Ну а в Москве ЦСКА примет Ладу. И тоже матч, наверное, ожидается очень интересным. Лада знает, как выигрывать или как отбирать очки у лидеров. В общем, ожидаем, что и лидеры потеряют очки, и команды из второй части турнира таблицы очки свои какие-то наберут. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Также напишите комментарий, помимо того, чтобы поучаствовать в конкурсе. Напишите комментарии, с чем согласны, с чем нет в нашей передаче. Какие-то пожелания мы все читаем, все принимаем к себе. Ну и также подпишитесь, если вы не подписаны еще на наш канал, чтобы не пропускать интересные видео. Ну а мы с вами скоро увидимся. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok